Сносить на вид непрочный забор пришлось с помощью спецтехники. Ограждение здесь стояло 20 лет. Местные жители думали, что это спецобъект, а оказалось место общего пользования, которое долгие годы было скрыто от посторонних глаз. Когда еще существовал колхоз, они, видимо, посадили здесь деревья и как ограждение, как парк, в свое время хотели создать его. Вот с тех пор он и стоит. Так как земля принадлежит муниципалитету, снос забора лег на плечи администрации поселения. Те же, в свою очередь, спорить с экологами не стали. По словам главы поселения, этот забор еще с 90-х годов служил ограждением для их зеленой зоны. Сейчас они его снесли на 20 метров от берега. Совсем скоро местным людям придется думать, если им действительно очень дорог этот зеленый островок, то администрация поселения будет устанавливать уже новый забор и по всем правилам. Весь год экологи наводили порядок и чистили прибрежные зоны от частных заборов. На данный момент они обошли полторы тысячи участков. Практически в каждом случае хозяева уверяли, что вины на них нет. Они якобы не знали, что захватили общественную территорию, а потому свои заборы они сносили самостоятельно. Красивый берег Казанки за двухметровым ограждением скрывал один из жителей города. Три раза экологи пытались навести здесь порядок, но забор снова появлялся. Оказывается, хозяева с неохотой открывают берега, потому что они сразу же превращаются в свалку. Выявлено более 1600 нарушений водоохранного законодательства, составлено административных протоколов 1023 на сегодняшний день. В этом направлении работа ведется, пока не останавливается. В поисках нарушителей инспекторам помогают местные люди, а также вертолетные рейды. Александра Волкова, Игульни Замудинова, Рушан Гайнудинов, Телеканал Эфир.